Белое платье Беречь тебя, крепко держать в руках Ну что, к сожалению, вы не видели ни платья, ни костюма Ай, а мне интересно, хотя бы какого цвета? А тебе какого бы хотелось? А? Тебе какого бы хотелось? Ну точно там ничего не красного Не, ну что-нибудь тоже такое Классику, но красивую классику Ну то есть там не просто там и всё А что-нибудь такое интересное? К сожалению, там не было ничего яркого К сожалению Но ты угадала, это тёмное, но это более такое молодёжное Это не между классикой и молодёжной Вот это здорово, кстати А вот фильме вообще интересно Ну честно, в принципе, подальше, подальше К сожалению, как я сказал Платье будет не то, которое ты захотел Здесь, да? Ну там, прежде всего, в Беларуси заехать Утром к ресторану Платье мы выбрали кардинально противоположное От твоего желания Вот здесь Да, но главное, как я уже говорила Что главное, оно подходит По фигуре Вот, а так А так оно тоже хорошее Дело в том, что не будет Интересно Ставис Спасибо Вот О Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 такой администратор, то у нас сомнений нет. Я думаю, что у вас вот эти вот три хорошие, да? Магре, да. Ну, смотрите, Десельзаров все-таки нужно прочитать состав, да, то есть... Там идет яблоко, фанат, аллопада, посудить в морщине, и птица есть, и горячина. Смотрите, переберимый мяточка — это не банкетный вариант, потому что он больше идет под пиво. Поэтому все-таки нужно... Если мы с вами берем магре, да, то есть, чтобы быть интересным действительно салатом, то есть, если салатами есть, копченая утиная грудка, кедровый орех, то есть, и бальзамик ряда. Все, все и то же. То есть, можно попробовать и что-то интересное сделать? То есть, то есть, магре мы с вами берем. Смотрите, как делаем... У вас будет 40 человек, да? То есть, я предлагаю брать три вида салата по 20 полцам. У вас в общей сложности получится 60 салатов, но это по полфорции каждого салата на человек, чтобы не было такого, что то есть, салат вкусный, но попробовали его проверить. То есть, устраивает так, да? У вас мясного салата нету, то есть, я предлагаю вам энзу взять, то есть, это достаточно плотный такой салат, если, тем более, гости пожилые. Это какой? Не пожилые, а взрослые, точнее. Энзо. На, берем ее. Энзо, да? Ну, индивидуально можем, это не проблема. К сожалению. Двойную порцию. Согласился, все. Так, смотрите, с салатами мы тоже решили, да? А горячая закуска нужна? Да, думаю, стоит. Жюльены могу предложить, могу предложить фаршированный баклажан. Что интереснее? Да, один из жюльены. Жюльены морепродукты, курица и белые грибы. Я думаю, так когда обыграть самую, курицу с грибами, вот. Как правило, практика показывает, лучше брать какой-то один выбор, чтобы не началась дележка. Потому что, то есть, вынесли мы 20 грибов, 20 курицы, то есть, идем по опросу, опрашиваем, то есть, начинаются грибы, 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 грибы кончились, приходишь дальше, то есть, хочу грибы, но нет, курица. Давай тогда грибной. Грибной, да, берем? Да. Так же 40, правильно? Грибы все. Смотрите, что с вами по горячему делаем? Предпочтения какие-то есть? Мясо, рыба? Мясо. Совместить все, прям все. Мясо с рыбой. Я думаю, что-нибудь будет рыба есть. Почему? Нет, мы не будем рассматривать вариант целикого рыбы, который с костями. А, на то есть, это просто... Филе. Может быть, на выбор, просто людям закатывать, например, половину на половину, либо, если у вас больше мяса едят, то две трети мяса... Смотрите, как можно сделать. То есть, мы с вами выбираем один из видов рыбы, да? Скорее всего, это семга, да. Она представлена в двух позициях. Это семга в беконе, и просто стейк семги с овощами, припущенными. Берем с вами 20 порций семги, но на выходе мы делим их пополам. То есть, у вас получается 40 кусков рыбы. Это достанется каждому гостю. Из горячего с вами берем либо медальоны из телятина, либо корейбин, которые в порции тоже не одна. Косточки не один кусочек. То есть, тоже берем 20. Таким образом, у вас каждому гостю получается и мясо, и рыба. То есть, вынесем это уже, как больше вам нужно. То есть, либо порционно, то есть, гарнируем, либо на общих тарелках. И каждый то, что хочет, себе возьмет. Это стейк, наверное, скорее всего, лучше с медальонами, потому что ягненок красивый. Кому-то запахи не нравится. Ну, если это ягненок, то он не пахнет. Если это баран, то да. Кому-то кажется, что ягненок пахнет. Ну, хорошо. Значит, берем с вами медальоны из телятина. Семгу берем в беконе или классический вариант? Совершенно. Ну, собственно, с кухней все. То есть, единственное, что я могу предложить, это торт, если нужен вам или не нужен. Мы сейчас с напитками оговорим, то есть, потом я дам каталог по тортам, и вы уже сами определитесь, да? Из безалкогольных напитков предпочтение сок или морс? Морс. Морс? Да, может. Сколько мы с вами берем? То есть, в среднем рассчитывается пол-литра на 1-челомик. Потому что два стакана за весь вечер, предупреждается их, тем более свадьба, она меньше 6 часов, меньше 6 часов она не длится. Грель-гредка тогда меньше, то есть, если мы равным куда-то лететь. Поздно ночью. Морс, да? По пол-литр точно плачет на человека. Вы понимаете? То есть, мы потом добавим, да. Чтобы уже мы понимали, от какого количества нам отталкиваться, в любом случае будет запас. Ну, чтобы он должен точно, как и что рассчитывать. Потому что, если бы вы заказали 5 литров, допустим, под вас приготовили бы 10. Да? А если вы уже 20, значит, соответственно, литров 30-то точно будет. Поэтому... То есть, у вас 10 в плюсе будет возможность дозаказать. Ведь в основном взрослые пьют крепкие напитки, то... Ну, они же не весь вечер. Томаты и апельсиновый сок, что, наверное, тоже надо. А зачем вам мешать и сок, и морс? Вот это любят... Нет, это любят если водку, например, с томатами. Ну, это не тот контингент. Я думаю, что это нужно будет по ходу, да. Если кому-то нужен будет кувшин томатного сока, это все по ходу, это есть в наличии. То есть, не проблема. То есть, кому-то отдельно принести томатный сок. Телефон? Соки берем, не берем? Я, ну, то есть, можно взять просто пару... Кувшинов просто, чтобы остаться кому-то туда хочется, чтобы они вот эти соки должны. Наверное, какие-то нейтральные. На апельсиновый. Апельсиновый. Ну, самый оптимальный просто. Привет. Ну, да. Две секунды. Я на съемках. По три. На стоп. На шесть литров поставим. Ну, я сегодня выехала на съемки. У нас на передачу сегодня приедет. Минеральность. Минеральность нужна? Да. У нас сегодня съемки. Мне надо поставить на двух позиций. А, я тебе сказала воскресенье. Воскресенье. Практически свободно. Да. Тогда уже все это сделаем. Хорошо. Давай, Наташа. Угу. Так, у меня стекло на 25. То есть, это начинает. Газированный или не газированный. Я думаю, что это будет пополам. А, алкогольные напитки какие предпочитаете? Шампанское. Шампанское, да. И вино. Вино белое, красное? Такое и такое. Полусухое. Сухие вина. А, у вас сухие. То есть, да. Все-таки приверженцы, то есть, сухих емочек. А, шампанское какое мы с вами берем? Полусладкое. Полусладкое. Да. Какое? То есть, есть осте-мартини, монте-фурки, мандора. Они по классификации сладкие, то есть, но их воспринимают как и полусладкие. То есть, вы не акцентируете на тот момент, то есть, кто что будет пить? Да, лучше, наверное, обычное белое, потому что… Потому что, когда дома даже собираемся, да, то есть, мы же не готовим, то есть, полный бар выстроил, то есть, и вот поинтересуем кто что будет. То есть, собрали день рождения, вот то, что поставили, то и будут. То и выпили. Все. Нет, собираемся до бар. От и до. От и до. Прям таки от и до. Нет, ну, кто-то вино пьет, кто-то виски, кто-то водку, кто-то там. Ну, не у каждого есть такие возможности, чтобы, да. А вот здесь возможность принести свое, например, элитное. А мы сейчас, когда с вами заказик составим, то есть, мы посмотрим на какую сумму он получается и уже, если, скажем, он превысит две триста на человека, то да. То можно, да. Так. Ну, тут ландрусская, белая. Думаю, сколько ящиков? Два. Сейчас ящики пошли по шесть бутылок. То есть, это не старые двадцать четыре, то есть… Имейте видно. Поэтому. Два ящика три. Из вин. Предпочтения какие? Франция, Италия, Чили по стране. Более мягкие. Да, мне кажется, Франция на воде. Чем? Чем на Италии. Чили, то есть, это модернизированная Франция. Я бы вам вот так вот сказал. Потому что все сорта винограда, которые используются в Чили, то есть, они все тоже очень терпкие. Начиная от Терменера, Альбека и тому подобного. То есть, не каждый. То есть, если все-таки хотите, чтобы оно было более мягкое, тогда, конечно, лучше всего брать Италию. То есть, если какие-то приверженцы, то есть, терпкого, стального, минерального вина, да? Нет, ну такого нет. Тогда лучше, наверное, тогда лучше Италия. То есть, Италия пьянете вино, которое у всех на слуху. Да. То есть, оно и, оно подойдет как и аперитив, и как сопровождение любого блюда. Да. Из белых. Останавливаемся также на Италии? Думаю, да. Чтобы далеко не расходиться. Потому что оно такое, другое тепло. Опять же, предпочтение какое? Да, я думаю, обычное, чтобы тоже было. Обычно это, ну… Ну, я имею в виду просто… Я просто в винных плохо разбираюсь. Да. Посмотрите на пиногриджи. А что вы порекомендуете? Ну, опять же, если исходить из такого продукта, который можно совместить со всей едой, да? То есть, не под какое-то отдельное блюдо выбирать. То, опять же, идеальный вариант для вас будет пиногриджи. То есть, достаточно мягкая. Мы даем все опыту администратора. Он, наверное, лучше знает. Так как никто у нас, да? Ну, я вообще не понимаю. Армянская девушка не может сказать, какое хорошее вино. Красное… Знаешь, я как-то не пью, как-то очень равнодушно, поэтому не могу посоветовать в вас ничего. Я просто вино не люблю, поэтому я пинул абсолютно. Но я люблю красное, а полусухое. Полусухое? А почему именно полусухое? Ну, нравится, на вкус. Чем? Ну, как-то легко идет. Не знаю. Даже не могу объяснить. Комфотик, да? Да. Комфотик. Ну, так… Да, его… Пиногриджи. Да. И в чем еще опасность вот этих вот легких людей, которые хорошо идут? Люди не замечают… А я ни разу не сказал, что оно легкое? Нет, они не замечают степень опьянения. Они сидят, пьют одно, другое, третье, десятое… До того момента пока встают. И только встают, они лежат тоже. Поэтому лучше брать что-то… Ну, нужно просто чуть-чуть раньше встать. Нет, нужно просто им давать терпкое вино, чтобы они понимали, что после второго бокала… Мы еще плакали коломец, да, но продолжали есть кактус. Ну, это уже по контингенту гостей, то есть… Бывают безалкогольные свадьбы, вообще безалкогольные. Очень интересно. Такие тоже бывают? А у вас какой контингент будет? То есть любители там выпить? Нет, такое среднее, то есть там, да, вот на праздники как бы не очень… То есть и потанцуют, и повеселятся… Да, да, да. А все проплачиваем. То есть можно все. Любой каприз. За ваши деньги. Да, по крепкому алкоголю, то есть это… Водка. 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 Все элементарное просто. Ну, судя по заказу, заказ неплохой, то есть тогда мы с вами берем водку, а если вам что-то нужно из более элитных напитков, вы просто их тогда приносите с собой. Очень хорошо. Хорошо. Да. Я тогда сейчас пойду под… считаю сколько этот праздник обойдется, и вам дам каталог, каталог торта, чтобы вы посмотрели за него. Спасибо. Пока еще нет. Вам все хорошо объяснили. Нам приятно с таким человеком общаться, который все знает. Ну, конечно. Все объясняет. Ну, ты как повар, ты очень любил то, что почувствовал аромат? Да. Это по торту, да? Да. Каталог. Либо мы тебя с утра отправляем… Номер торта и масса, от которой он идет, то есть меньше этой массы он быть не может. не понятно. А почему не сделать фигуристыми, чтобы отойти с… Ну, с машиной имеешь в виду? Ну, не обязательно. Это может быть что угодно. Ну, вот Макс. Мне этот треск, если честно, но это нравится. Какой? Да. Какой еще? Я вообще люблю эксклюзивные… Ну, Саша, это же не твоя свадьба. Не забывай. Нет, я просто предлагаю тебе. Потому что могут сделать то, что вы хотите. Могут сделать несколько уровней вообще. Ну, вот здесь уровни представлены просто друг на друге. Ну, да. Тогда это делается красиво на подносах. Ну, на разных высотах, на разных высотах. Раз подносик, два подносик. А ты на разных высотах говоришь, да? Ну, наверное, да. Ну, это, конечно же, очень красиво смотрится. Красиво и удобно. Не так, чтобы вот прямо как этажерка пошла. Ну, да. И его удобнее… Во-первых, его удобнее будет резать. Во-вторых, его можно сделать разным. Например, этот может быть легкий йогуртовый. Здесь может быть, если он трехслойный, то там другой. А третий еще… А, с разными вкусами, да? Да, каждый может выбрать тот, какой он любит. Ну что, я думал тогда так. Да. Какой, какой? Вот. Отлично. А, начинка какая там? А, начинку там можно выбрать. А, заказываешь тоже? Да, там уже… Под свой вкус уже. Да. А там даже вот можно как-то замиксовать. Ну, то есть там и… там одни фрукты, там и другие фрукты… Какой хороший ресторан. Прям все можно, все. Главное удобно. Ну, надо начать название в России. Ну, а даже вот это… Какие, какие сыновидные-данные живые камни. Какой сырье? Униarti ровная баблиyy AhC' ∈ Я хотела сказать, что персонал шикарный, слов нет, администратор Чуткий, сразу видно, что опыт большой, то есть порекомендовал, сказал, что лучше, что надо, что не надо Ну, а руководители, да? Кто у нас руководитель? Да, вот, они вообще слов нет, видите, угощают, чтобы мы попробовали, чтобы знали, что у нас в вазьбе будет, какого вкуса, какого цвета, какого аромата И мы надеемся и даже, наверное, уверены в том, что все будет вкусно и очень хорошо Все, давайте садимся в кухню Все, садимся Сейчас я подойду Я подойду Что-то я не могу Ты в кухне? А? Сюда Я сложно отказалась Немножко неудобно Давай шахатку, да? Не-не-не, сейчас на шахатку я хочу Я хорошо Не знаю, хорошо будет, хорошо Не боятся? Все боятся И шампанское, да? Шампанское, да? Да, вот, конечно Знаете, курсовский кухон? Сейчас Полезно Полезно? Все Ура! Отмечаем, кстати, отмечаем наше сотрудничество А, да Ура! 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 За молодость! Ура! 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 Платье Белая Фада Ты моя невеста, ты моя судьба Я клянусь беречь тебя, крепко держать в руках Пронесу любовь сквозь года, я люблю тебя Ты моя невеста Перед регистрацией брака, прошу вас ответить Является ли ваше желание в браке искренним и свободным Прошу ответить мне, жениха Дорогие Анна и Михаил Цистерин, обручальное кольцо символизирует бесконечно священного союза И поэтому по старинному обыкнию, познамилови, уважения, премьер Прошу вас огняться кольцами, жених, пожалуйста, наденьте кольцами По смене, вы муж и жена, поздравьте, пожалуйста, в этом году Красавцы? Горько, 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 горько Раз, два, три, четыре, пять Ну что ж, друзья, родственники, знакомые Еще, еще, еще Дорогие наши молодожены, пусть на дворе ту сон, кто не Настя, но это нам не портит это настроение. Ведь нас туда позвало нынче. Что позвало нас нынче? Счастья, друзья! Счастья! Мы празднуем семьи рождения. Дорогие молодожены, кровать предстает перед честным народом в качестве языческого бога. А кто угадает, какого бога? Тому дам деньги. Давайте денег без купли. Какого бога? Или настоящего. Бога солнца, который спускался на землю, чтобы взять под свою ласку доброго молодца и красную кириллу, которые вступают в эту нелегкую, но счастливую семейную жизнь. А тот, кто больше откусит, тот будет кто? Хозяин. Главой семьи, правильно. Хозяин. Ну-ка, ну-ка, что там у нас? А кто болеет у нас? За Михаила? За Кудрика болеет. За Кудриков. Аня, Аня, колем колеси. Лиша, 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 Лиша. Лиша, 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 Лиша. А, молодцы, молодцы. Дети, самую счастливую, самую влюбленную, самую красивую пару на свете, это наши молодожены Анна и Михаил. Я прошу вас. Громче они вас не слышат. А, молодцы, все счастливые. Уважаем их за свое потертое. Назарь, немцы, не забоюсь этого слова. За счастье молодых и за улыбку. И мы поднимаем первый тост. За молодых, друзья! За молодых, ура! Горька! 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 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! Опа! Горька! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, это самый настоящий букет, который невеста вложила в душу, я так понимаю, да? Это же серьезно. Поэтому все знают, что с этим букетом нужно делать, да? Невесть. Но нам нужно теперь найти тех, кто готов, все, я понял, кто готов поймать вот этот вот самый букет от невесты. Поехали! Наши аплодисменты! Красавица! Умница! Браво! Стульчик, что-то совсем не пригодилось. Прямо топ-модель. Прямо топ-модель по-русски. Прямо топ-модель. И ваше аплодисменты, Анатолий Майк! Все вместе считаем, друзья, все вместе! Раз! Три! Бросаем! Три! Ты готов? Бодр, весел? Ты там, смотри, долго не задерживайся! До ста не будем считать! Устали уже! Сейчас Аня... Все, вы идете нафиг, вас увозить придется! Ну что ж, ваши бурные аплодисменты! Михаил снимает подвязочку! Е-е-е, эротично только! Зажимай что-то там. В том, что такое, вы? Зубами, зубами. Не-не-не-не! Зубак, зубак на фото. Теперь нам нужно с этой подвязкой что-то сделать, да? Что мы с ней делаем, блин? Не, подойдите. Ты один у нас, знаете, свободный, что ли? Нет. Нет? А, ты не свободный, кстати. Так, друзья, мужчины, теперь вы нам нужны здесь. Кто еще не женат или свободен вообще? Подходите к нам. На старт! Внимание! Поехали! Сейчас, подожди, начнется душечка. Поехали! Это не заставочка, бое! Следующий, кто из вас следующий? Да, только отсюда, и вот здесь. Добро пить, ну да! Кормите, лучше девчонок, лучше! Вот он как ставит. Смотрите на какой, какой вес Cena его. Повещении в бочер! Играет музыка Играет музыка Играет музыка Ну вот по такой вот грустненькой музычке он появился, друзья. Почему-то мы его плохо встретили. Ваши бурные аплодисменты еще раз. Молодые, я прошу вас, возьмите нож в руки. И разрежьте свой первый, первый совместный кусочек. Под ваши бурные аплодисменты, друзья. Играет музыка Для гостей от наших молодых. 502. Тысяча. Тысяча раз. Тысяча два. Полторы тысячи. Полторы тысячи раз. Полторы тысячи два. Две тысячи раз. Две тысячи два. Две тысячи три. Продано, друзья. Вы желаете счастья вам. И оно должно быть таким. Подождите. Подождите поближе к своим детям. И пока вы будете, пока вы смотрите друг другу в глаза, я бы хотел вам рассказать одно, я думаю, что всем известную, пылину, легенду. Ходило как-то счастье по домам. Зашло оно в один дом. Спросило, что у вас есть. Они сказали, у нас есть богатство. Зашли в другой дом. Спросили, что у вас есть. Они сказали, у нас богатырская сила. Пошло счастье. Увидела детский дом. Маленький, такой маленький, скромненький. Посмотрел на него. И заходит, и спрашивает их. Ребята, а что у вас есть? Они сказали, у нас есть тепло семейного очага. Погрелось это счастье у этого семейного очага. Сказала, друзья, я у вас остаюсь. И осталось оно в этом доме жить и приносить им то счастье, которое оно дарит тем людям, у которых есть семейный очаг. Мамы, прошу вас, соедините ваше пламя и подарите вашим детям частичку вашего семейного очага. Ну что ж, дорогие наши молодые, Михаил и Анна, Теперь у вас есть свой семейный очаг, который подарили вам ваши мамы. Само слово, мама, храните этот семейный очаг, берегите его, как зеницу ока. Не давайте никому его обидеть, этот очаг. А теперь я хочу, чтобы вы прошлись и показали всем свой семейный очаг. Ваши аплодисменты, друзья. Мухаил Анна, берегите его, прошу вас, не давайте его в беду никогда. Мухаил Анна, берегите его.